Доброго здоровьица, мои уважаемые посетители канала! Мне сделали такую предъяву. Г. Петрович, доброго здоровьица! Около года назад вы посоветовали в своем видео лечить вальгу с голоданием и носить валенки. Но вот что вышло из вашего совета. Видео прилагаю. Теперь это дико больно, и это не натерто, и не мозоль. Ну, появилось непонятно, что на ноге типа пятна и дико болит. Вы ничего не рассказывали о возможных таких последствиях, что делать. Безобразие! Вы же в ответе за своих подписчиков! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Не виновата я, он сам пришел! Вот мы с вами наживаем болячку. Приходим к врачу, особенно это, если касается денежек. И он рад. Как строителю нужны кирпичи, так, врачу, целетелю, то есть, который этим живет, нужны пациенты, то есть, страдальцы. И он начинает с вами работать. И бывает так, что вот он работает, 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 берет за это там денежки, а толку нету. Толку нету. И оказывается, что? Что оказывается? Оказывается, в конце так, но болезнь оказалась сильнее. Что вы хотите? Мы лечили, мы приложили все знания, мы приложили все, что могли, все, что знали. Но, 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 но. Такое бывает, ну, бывает. Не знаю, что в том видео я сказал, я попросил страдальца, чтобы это видео мне напомнили год назад. Потому что я в газете номер 4 за 2016 год как раз разобрал этот вопрос шишки на ногах. Шишки на ногах. Шишка на ноге имеет свое собственное название. Значит, название это такое замудренное. Хеликс Валгус. Что я так немножко прочитаю? Итак, выходит пациентка, страдальца, и начинает рассказывать, как ей плохо с этими шишками жить. И далее в дело вступают врачи, не рассуждая, что в этом случае можно сделать их единогласное мнение, что в этом случае поможет только операция. Сустав большого пальца следует разломать, косточки укоротить и поставить так, как они были до этого. Я смотрю на это все с удивлением, будто не было причин, которые постепенно сдвинули большой палец с нормального положения. Получается так, что палец был в норме, а потом резко самостоятельно искривился с образованием болезненной шишки. Но так не бывает. Всегда имеется причина, которая действует довольно-таки продолжительное время. Именно в результате ее и происходит выпячивание болезненной шишки на суставе большого пальца. Я предлагаю для самих себя разобраться в этом феномене. Вальгусная деформация больших пальцев на ногах. Они же шишки на стопах. Косточки – это одно и то же заболевание. Стопы представляют собой искривление плюснефалангового сустава больших пальцев. При этом страдания фаланги большого пальца принимают положение под углом друг к другу и происходит выпячивание одной из фаланг пальца в сторону, что мы видим в виде уродливой шишки. Итак, смотрите, что мне прислали. Теперь это дико больно и не натерто, и не мозоль. Появилось непонятно, что на ноге. Типа пятна и дико болит. И дико болит. Вот это как раз и есть вот этот вот вальгус. Вы никогда не рассказывали о возможных таких последствиях, что делать, безобразие. То есть это следствие того, что у вас все это дело началось и так далее. И просто дальше она развилась. И при чем тут валенки? Непонятно. А теперь разберем наиболее популярные причины развития этого болезненного состояния. Неправильно выбрана обувь. Чаще всего узкие туфли и особенно высокие каблуки. Именно высокие каблуки поднимают стопу так, что основная нагрузка приходится на пальцы ног. И если это повторяется достаточно продолжительное время, большие пальцы начинают деформироваться от непосильной нагрузки. Плоскостопие. Если оно имеется, а женщина пытается носить обувь на высоком каблуке, этот процесс идет намного быстрее. Свод ноги слаб, а ношение каблуков его еще больше ослабляет, так как стопа располагается неправильно. Вес распределяется на стопу неравномерно. Кстати, а в валенках, вот в обуви без каблука, он происходит равномерно, нормально, как это положено по физиологии. И как результат, значит, вот всего этого, если вес распределяется на стопу неравномерно, выпячивание наружу большого пальца стопы. Травмы. Они случаются не так часто, но тем не менее, бывает причина всего этого. Ревматический артрит. Хроническое заболевание инфекционно-воспалительного происхождения, при котором поражается преимущественно. Но периферические мелкие суставы характеризуются разрушительными процессами в суставной ткани, прогрессивным течением, с развитием анкилоза, полной неподвижности в суставе. Это может быть причиной, особенно если человек часто болеет инфекционными заболеваниями. То есть ангины, простуды, лечил с антибиотиками, получает вот такое-то осложнение. Так, далее. Серьезные нагрузки на стопы. Это профессиональная деятельность. Это тоже может иметь место. Однако, можно подобрать удобную обувь, выполнять упражнения и существенно уменьшить риск развития заболеваний. То есть я, подчеркиваю, я разбираю наиболее популярные причины. Не я их придумал, я их собрал. При желании вы все это можете найти самостоятельно в интернете и все это почитать. Заболевания стопы различного характера, это редкие случаи, но вполне возможно. Лишний вес – это существенный фактор, увеличивающий нагрузку на стопы и в особенности, если носить неправильно обувь. И, наконец-таки, подагра. И так далее. Лечение в первую очередь надо пересмотреть свое питание, отказаться от употребления мясного, мучного и так далее, так далее, так далее. То есть тут и мазь, и лопох, и отдых. Короче, большая статья, которую я на основании самых различных источников собрал с интернета и выложил так, как я считаю нужно. Вот моя работа, а при чем тут безобразие отвечаете за своих подписчиков? Нет, я не отвечаю за своих подписчиков. И это не отмазка там какая-то, у вас своя голова на плечах. Я стараюсь, не рекомендую, а рассказываю, как-то обосновать, как-то разъяснить. Спасибо.